добрый день друзья продолжаем работу в группе разные онлайн редакторы сегодня хочу вас познакомить с сайтом трипо значит вы просто набираете в поиске вот это английское название трипо сайт 3d моделей значит что здесь можно сделать ну регистрация или вход по гуглу когда вошли через google вам предлагают начать бесплатно нажимаем и так это урок 18 изначально вам предлагают вот в правом углу написано 600 монет то есть вы в месяц можете стратить вот такое количество монет создавая свои 3d модели ну прежде всего вы можете выбрать вот из того что вам предлагают сразу вот допустим мне нравится эта сова значит 3d модели так вот мы открываем ее загрузить за это возьмут с нас 5 монеток то есть вот что значит загрузить то есть скачать давайте сделаем папочку создать папку напишем модели сайт скачаем и посмотрим сохранить довольно быстро идем на рабочий стол и смотрим что у нас получилось так модель формат давайте посмотрим свойства формат g lb то есть это модели с этого сайта сразу же идут можно их использовать в глав титлере так ну и давайте посмотрим как это будет выглядеть в глав титлере и так я включила глав титлер нажимаем на квадратик добавить 3d модели она у нас на рабочем столе вот модели сайта трипу открываем вот наша сова открыть и вот получается вот такая красивая мультяшная сова вот так можно использовать эту модельку давайте дальше посмотрим что у нас есть значит возвращаемся назад вот эти разные модельки такие человеческие что ли модельки они в основном идут на половиночку до грудной клетки вот здесь переход на русский язык английский русский то есть у вас английский вы переходите и вот значит выбираете то что вам нравится очень красивый вот этот кролик я пробовала и так далее кроме того вы можете создать модель для этого нужно вести текстовую подсказку желательно на английском то есть у вас открыт google переводчик вот я набрала мультяшная девочка картон гелл картон мультяшный копирую перехожу на наш сайт сайт и вставляю а не вставляется значит написать переходим картон так правильно ли я написала 2о картон гелл картон гелл картон гелл так создать нажимаем ждем так у нас идет формирование сразу четырех мультяшных картинок из которой мы можем выбрать любую любую так значит текстовая подсказка так давайте я на паузу пока ставлю так вот у нас получилось 3 4 что-то не получилось значит мы нажимаем вот сюда на стрелочку чтобы посмотреть вот наша моделька можем ее покрутить вот такая она ну вроде ничего если мы хотим другую посмотреть да кстати вот сразу хочу сказать вот моделька здесь мы можем придать ей даже сразу движение но это будет тоже стоит это определенных денежек 20 монеток вот давайте допустим ходьбу добавим так продолжаем допустим теперь мы хотим выбрать мультяшного мальчика пишем карту бой картон бой картон бой нажимаем создать так ну три мальчик у нас загрузилась допустим мне нравится вот вот этот мальчик да я нажимаю его увеличить и вот когда мы создаем 3d модель по текстовой подсказки то у нас есть возможность скачать ее формате желби формате оба g и fbx так что можно попробовать любой вариант и так я сказала что можно любые модели давайте попробуем модель формата fbx выделяем этот формат нажимаем загрузить и в нашу папочку вот папка появилась это модель fbx но для тех кстати вот модель и текстура к этой модели есть вот для тех кто занимается и клона это очень удобно потому что если мы возьмем ай клон то есть формат fbx ай клон принимает и закинем туда модель fbx в седьмую версию прямо вай клон восьмую через характер креатор то вот он у нас наш мальчик уже будет скачан из сайда вай клоны причем можно взять любые модели мультяшные и не мультяшные но для большинства я думаю интересен будет формат все таки джелби для блафтитлера давайте попробуем еще одну модель вот мы девочку скачали открыть вот наша девочка так вращение вот такая девочка формате джелби но как вы понимаете возможности много разных моделек да то есть если мы вернемся опять на сайт на наш так закроем на крестик можем выбирать ну конечно вот видите я уже израсходовала 5 монет тогда хотя сделала несколько разных загрузок вот мне нравится еще вот этот кролик он очень милый такой глазки у него хорошие загрузить и так если мы выбираем модели из того что нам вот здесь предложено вот из этой из этих моделей да то они идут только формате джелби если же мы выбираем текстовую подсказку то здесь мы имеем возможность скачать как файма формат джелби так и формат vbx и так вот выбираем как я потеряла кролика нашего сейчас дождемся вот они так постоянно меняются эти модельки вы можете взять любую модельку ну вот мышонок допустим давайте мышонка возьмем вот загрузить и он у нас скачивается нашу папку можем написать мышонок так мышонок сохранить скачивается быстро так идем на наш love titler и добавляем еще 3d модель мышонка наш мышонок открыть так переходим на позицию убираем так позиция убираем нашу сову вот появляется мышонок то есть мультяшные герои разных животных они конечно более симпатичные вот такой мышонок видите и так в love titler мы можем добавить любую модель в iclone мы должны тогда набрать по-английски мультяшный мышонок тогда будет для нас формат vbx так давайте попробуем набрать еще мультяшный домик до мультяшный домик значит мы переходим на наш сайт и здесь набираем картон холл картон холл что-то я не так набрала доверен картон холл что-то я не так набрала вверен картон холл Картенхаус. И видите, сразу у нас выходят мультяшные домики. То есть нам предлагают, видите, здесь их довольно много. Выбираем любой домик, который нам нравится. Ну, допустим, вот этот. Неудачный. Так, значит, мы возвращаемся к мультяшным домикам. То есть, понимаете, как если мы не нажимаем создать, они появляются вот так много и формат GLB. Если мы загрузим, нажмем создать, то уже будут варианты домиков. И здесь возможны форматы как GLB для BluffTitler, так и формат FBX для iClone. Ну, пожалуйста. Вот, допустим, мне нравится этот домик. Я его вот так открываю на стрелочке. И вот здесь выбираю формат. Сначала давайте GLB загрузим. Загрузить. Так, пишем домик. Так. И второй я возьму формат FBX для iClone. Загрузить. И сейчас попробуем, как смотрят эти модельки в главтайтлере сначала. Итак, моделька. Нажимаем моделька. Домик. Открыть. Так. Вот он наш домик. Так. Сейчас, секунду. Берем девочку. Так. Позиция. Берем пока девочку и посмотрим на наш домик. Как он выглядит. Переходим на вращение. И вращаем наш домик. Вот такой очень красивый домик. Мы можем его в главтайтлере использовать. Вот видите, какой. Ну, точно такой же он будет и в FBX. В iClone. Значит, если мы перейдем в iClone. и закинем сюда наш домик. Так. Значит, папочка. Домик FBX. Вот он у нас. Так, закидываем домик FBX. Я первый раз вместе с вами делаю, поэтому, извините, немножко медленно. Вот наш домик. Даем ему вращение и смотрим. Он точно такой же, как и в главтайтлере. Посмотрите, какие красивые можно создавать локации в iClone, используя разные варианты. Так. Ну, что еще мы с вами... Так. Вот я нажала на создать. Но цветы мне здесь не нравятся. Неудачные. Неудачные, поэтому мы наберем что-то другое. Так. Вот я набрала сейчас сказочный замок. Ну, посмотрите. Так. Вот по текстовой подсказке у нас четыре замка. Выбираем любой. Нажимаем на отрезочку. И... выбираем формат GLB. Загрузить. Так. Извините. Не получилось. Так. Еще раз пробуем. Загрузить. Так. Формат GLB. Загрузить. Вот у нас скачивается замок. Замок. Формат GLB. Сохранить. Так. Уже есть. Замок 2. 2. Замок. Сохранить. Так. А теперь я хочу еще формат FBX для iClone. FBX. Загрузить. Так. Берем замок. ФБX. ФБХ. Сохрани. Так. Ну, давайте еще скачаем какой-нибудь вот этот красный замок. Красный замок. Тоже формат GLB. Загрузить. Так. Это будет замок 3. Сохранить. Так. И формат FBX. Загрузить. Так. Замок 3. ФБХ. ФБХ. Хорошо. Идем в наш блоккатер. И добавляем замок. Так. Домик. Вот замок 3. Открываем. Открыть. Вот наш замок. Сейчас мы мышки уберем. Так. Минутку. Позиция. Мышку уберем. Мышку уберем. А вот наш замок. Давайте его повращаем. Вот такой замок, который мы можем использовать в программе. Такую 3D модель. Так. Ну, и наконец, вайклоне. Давайте посмотрим. Вайклоны. Добавим. Добавим наш замок. Так. Добавим замок. Замок FBX. Вот такой у нас получился замок. То есть, если вайклоне мы добавим землю, мы можем красивую локацию сделать, если хотим. Вот сами. То есть, этот сайт позволяет нам интересные 3D модельки использовать. Вот так. На этом все. Пробуйте, экспериментируйте. С вами была Марина Петрова. Жду ваши чудесные 3D модельки в отчете в разных программах. Благ Тайтлере. Вайклоне, если кто-то хочет. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова